Вы говорили, что это сердце математики, топология. Почему вы так сказали? Потому что к топологии сводится исследование качественных картинок, по сути. Что такое режим, например, режим динамической системы. Ты там крутишь свой велик какой-нибудь. Так ли тебе важно, с какой конкретной скоростью, 14 или 15 км в час он едет сейчас? Тебе важно не упасть. То есть, например, когда ты едешь по каким-то колдобинам, тебе важно не упасть. Режим, в котором ты не упадешь, зависит от качественных характеристик. То есть, примерно в какую сторону держал руль в этот момент, примерно насколько крепко держал там и так далее. Здесь качественное описание очень грубое. И вот это качественное описание динамической системы, оно и дает с топологией. Ну и на проверку оказывается, что чрезвычайно сложность. Самые сложные вопросы, которые стоят перед математикой, они оказываются именно топологическими вопросами. В какой-нибудь физической системе может быть множество состояний довольно сложным и многомерным, с многими параметрами. И внутри многомерного пространства изображаться какой-то там страшной поверхностью, опять же тоже многомерной, называемой многообразием. И нам важны какие-то характеристики этого многообразия. Сколько в нем дырок там, сколько можно как-то завязать каких-нибудь веревок внутри него. Короче говоря, то, что называется гомологические инварианты всякие. Ну, собственно, гомологии лежат, это то, что я, к сожалению, только шапочно успел с ними познакомиться пока. Гомологии лежат в сердце современной математики, вся центральная математика занимается ими. Гомологии, гомологии считают всякие. Вот. То есть, это оказалось самым содержательным и самым трудным во всей математической науке. И, собственно, именно оно и отвечает за то, что важно человеку, когда он математику изучает. То есть, все вопросы, большинство вопросов сводятся так или иначе к топологии. Вот в этом плане это сердце. А если хочешь подробнее, то возьми книгу... Так, ну, у Босса есть книга, значит, там есть по алгебре, теории групп, и по топологии прям конкретно, по-моему, есть общая топология у него. И там очень хорошо это описывается. Босс, 15-томник, введение математику. Вот, там подробнее он об этом расскажет. Что мне еще интересно, это вот немножко разобраться в гипотезе Пуанкаре более подробно о том, что вы говорили. Это было, конечно, потрясающе объяснить за 12 минут на пальцах, как это выглядит. Это был вызов. Это был, да, реально вызов какой-то. Я его принял, но, кажется, не облажался, в общем, в целом. Гипотеза Пуанкаре, а ныне теорема Пуанкаре-Пирельмана, является одним из самых фундаментальных наблюдений в топологии, и с точки зрения обычного человека она описывает мир, в котором мы живем. То есть, во-первых, вы там говорили, насколько я помню, что это не совсем речь идет о представлении нашего пространства. То есть, ну, нельзя так прямо вот с уверенностью сказать, что это вот о нашем мире, речь вот об этом. Ну, потому что я не знаю, там, дело в том, что про то, как устроено наше пространство, ну, знаешь, как бы, было бы, чего я не люблю, это рассуждать о том, чего не знаю. Есть некие уравнения Фридмана, у которых там разные есть режимы решений. Лучше спросить у астрофизиков. Потому что покойный Олежка Верходанов говорил мне, что там про это идут споры до сих пор. Какой из режимов соответствует нашему пространству, до конца непонятно. Ну, как бы, если бы вот он одному варианту соответствовал, оно было бы конечным, да, тогда бы это было вроде как подпадало под гипотезу Пуанкаре. Ну, за исключением вот этого пресловутого узла. Можем ли мы ракеты описать узел, который стянуть не можем? Придеть к ракете и описать узел. А бог его знает. Ну, как бы, кто это проверит. Если можем, то, соответственно, да, наша жизнь обречена быть на поверхности четырехмерной сферы, на трехмерной поверхности четырехмерной сферы, согласно теореме Перельмана. Вот. Друзья, это видео специально выпущено для канала Алексея Саватеева «Маткульт. Привет». А вот это мой канал. Кто не смотрел мои интервьюшки на научные темы, на темы научпопа, есть также и Алексей. Заходите в канал авторский Александр Куликов. Жмите подписаться. Спасибо. Можем мы сейчас немножко повторить для слушателей то, что было в том видео? Вообще, как звучит теорема по Анкаре? Теорема звучит так. Рассмотрим. Ну, вначале нужно объяснить, что такое многообразие, к сожалению. Без этого нельзя начинать. Давай ограничимся тем, что это некая сущность, в которой мы живем, и которая трехмерна. Ну вот, она трехмерна в том точном смысле, что в каждой точке я могу провести три взаимоперпендикулярные прямые. Но это я все равно, конечно, обращаюсь к интуиции, значит, этой самой Риммановой геометрии, потому что слово перпендикулярно означает прямой угол. Ну, то есть, локально вектора, да, для того, чтобы описать вектор, нужно три числа. Вот так. Чтобы описать вектор, нужны три координаты. Вот это означает трехмерность. То есть, точная спецификация точки пространства вокруг меня требует трех чисел, трех разных чисел. Двух недостаточно, а четырех уже слишком много. Это означает трехмерность. Ну, или, если кто не хочет в это вникать, пространство устроено ровно так, как вы привыкли, когда вы на самолете, да, и смотрите вокруг. Вот. Значит, дальше. Известно про него, что оно конечно, то есть, из любой точки в любую можно за какое-то время попасть. Ну, вот вы там пишете какому-то адресату, вы живете бесконечно, ваш адресат в этой же вселенной находится где-то, и вы, значит, ему пишете письмо, и вы точно знаете, что оно дойдет за некоторое время, там, ограниченное какой-то одной и той же величиной. Вы не знаете, где он живет, вы пишете, оно должно до него дойти, но где бы он в пространстве ни жил, время будет вполне ограничено, расстояние до него будет конечным. Конечным и ограниченным, то есть, вот как, например, если бы я жил на прямой, и я знал бы, что ты живешь на той же самой прямой, то это не соблюдалось бы условия. Потому что ты можешь жить в миллиарде километрах, можешь в триллионе, можешь в секстиллионе, можешь в десять сотый, да? Или на плоскости, она же тоже бесконечна получается. Да, нет никакого ограничения. Но вот предположим, что пространство, вроде как говорят, да, сегодняшние астрофизики, космологи, что оно-таки конечное. То есть, до любой точки нашего пространства некое конечное расстояние, оно, конечно, безумное. Огромное, но конечное. Значит, теперь понятие ограницы. Что такое безграничное? Это значит, что нет никакого среза, такого вот черной дыры страшной какой-то, вот инфернальной. Ты подходишь куда-то, и за ней чернота, и дальше просто ничего нет. Ну, то есть, грубо говоря, в каждой точке, ровно так, как мы это видим, никакой границы... Ну, то, что я сказал, что в каждой точке, как мы видим, я уже зашил то, что границы нет. То есть, нет границы, общее максимальное расстояние конечное. То есть, это, значит, объект, как, на самом деле, это, немножко грешив против строгости, это называется компактное. Там в компактности требуется еще, чтобы никаких не было проколов в пространстве. Давай я это лучше вскипну, потому что долго объяснять. Отошлю к моим лекциям по математическому анализу лучше. Вот. Вот пространство везде устроено, как здесь. И вот единственное дополнительное условие, которое очень важно, что мы не можем сесть на ракету, взяв с собой очень тонкую ниточку, нитка будет за нами, ну, волочиться, да, вместе с ракетой, мы как-то совершим какой-то облет, 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 вернемся в исходную точку, и вдруг обнаружим, что мы не можем вот так за два конца ее никак стянуть, вообще никак, то есть, мы во что-то уперлись. Понятно, да? Да. Вот если этого нет, а мы не знаем, есть это или нет, как ни странно, ну, интуиция нам подказывает, что нет, но потому что интуиция связана с конечным куском пространства, который выглядит совершенно тривиально. Но дальше, бог его знает, я всегда привожу пример, спустимся на размер ниже, на размерность ниже. Да, на 2D. Да, на 2D. Если мы живем на поверхности земли, что мы и делаем, и мы проехали на машине как-то, оставляя за собой нитку, то мы всегда можем за два конца ее стянуть, и все, никаких препятствий к этому не будет. А вот если мы живем, мы маленькие жучки, и живем на поверхности огромного колеса, вторической, да, поверхности, то вот так, обернув машиной вокруг вот этого вот колеса, мы веревку не стянем. Мы будем не понимать, что происходит, почему вот мы туда-сюда ее вроде двигаем, но стянуть-то не можем, но потому что она поясала вот эту вот дырку, да, и больше не стягивается. Вот это называется односвязанность, и если мы ее предположим, то мы попадаем напрямую в условия гипотезы Перельмана, а ныне теоремы Перельмана-Пуанкаре. И в этом случае Перельман доказал, что мы на самом деле проживаем на поверхности четырехмерного футбольного мяча. Вот это самое интересное, то, что представить-то невозможно. Да ладно, что там невозможного. Нужно просто представить себе, что в четырехмерном пространстве написано уравнение х квадрат плюс у квадрат плюс z квадрат плюс t квадрат меньше или равно единице. А граница это просто х квадрат плюс y квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс t квадрат равно 1. И все. И вот это множество, которое задается этим уравнением в четырехмерном пространстве, и есть поверхность трехмерной сферы, на которой мы тогда должны жить, согласно теореме Перельмана. Ну или я могу визуализировать это следующим образом. Нужно визуализировать это так. Вот как бесконечная плоскость может быть свернута в такой хинкаль. Такой хинкаль или бурятскую позу. Вот так вот, да? Принч сворачивается в позу вот такую бурятскую. Получается кружок. Вот предположим, да. Так же мы сделали с нашим пространством. В любом направлении, да, все прямые где-то на бесконечности встречаются ровно в одной и той же точке. То есть, грубо говоря, для двухмерного пространства это будет выглядеть, как будто бы плоскость свернули в сферу. Да, да, да. На очень дальнем. Мы взяли очень далеко, где-то далеко окружность, и начали ее поднимать наверх и уменьшать. И в конце концов, и всю эту окружность в одну точку. То же самое здесь. Возьмем очень далеко от нас сферу гигантского радиуса. Секстиллион километров радиус, да? И, ну, как бы, уводя ее в четырехмерное пространство, это уже сложно представить, но тем не менее, мы ее сжимаем, сжимаем, сжимаем и делаем одной точкой. То есть, грубо говоря, куда бы мы ни посмотрели, мы обязательно в эту точку придем. Вообще, куда бы мы ни смотрели. Вот из нашей точки, куда бы мы ни полетели, мы придем в эту точку, предположим. И это та самая трехмерная сфера, граница четырехмерного шара. Понятно, понятно. То есть, если взять, например, Землю, то это такая модель двухмерной сферы. Ну, если пренебречь нашей высотой. Вот на нашей трехмерной картине ты просто идешь туда и приходишь, значит, на антиподную точку с той стороны публики. Идешь сюда, приходишь туда же. Идешь туда, приходишь туда же. Они все встречаются на той стороне сферы в одной и той же точке. Ну и вот в трехмерном просто аналоге все то же самое, только в рамках всей Вселенной. Нам не нужно продырявливать четвертое измерение, нам нужно это делать в нашем. Есть понятие замкнутость пространства? Это обязательное условие теоремы или нет? Да, но это означает просто, что нет дырок. Ну, как бы вот нет адресов без точек. Я сказал там координаты вектора 2,5, допустим, π и e. И должен быть вектор с этими координатами. И все. То есть здесь как бы просто требуется, чтобы не было каких-то выколов из пространства. И все. Кстати, пока ты думаешь. Да. Дальше я сделаю рекламу очень важного дела одного. Давайте. Мы брали президентский грант на создание с 11 по 20 уроки филиппской школы, но в новом качестве. 100 уроков математики. Первые 10 уроков были сделаны такой организацией «Дети и наука». И они великолепно записаны, в отличие от тех, которые исходно были записаны на доске. Эти не только великолепно записаны, они с конспектами и с упражнениями. И сейчас делается с 11 по 20. Архиважно по этому гранту, чтобы народ это смотрел. Дали именно, чтобы это было общественно значимо. Поэтому я, значит, когда ты будешь это все компоновать, я тебе скину ссылку на эти уроки. Не вопрос. Чтобы все посмотрели, все твои подписчики, все, кто здесь будут. Все нажали кнопочку и прошли эти уроки. Но в данном случае, значит, вот суть в том, что мы таки получили на это президентский грант, что само по себе потрясающе и невероятно, потому что я никогда не верил, что реально можно выбить какие-то государственные гранты на что-то хорошее. А вон можно. Иногда можно. Несмотря на мою, как это, ватническую позицию по жизни, у меня иллюзий-то нет. То есть ватническая позиция связана не с тем, что я считаю, что все хорошо организовано, а с тем, что я считаю, что хорошо организовать ничего в жизни невозможно. И поэтому, когда что-то где-то оказывается вдруг полезно какому-то важному делу, кто-то из государства дает денег, я просто поражаюсь и говорю, вот это да, бывает же такое. И вот это тот случай. Алексей, я тут такой прикол находил в интернете, что топологи не могут отличить пончик от чашки кофе. Это вообще откуда такое выражение? А ну, потому что чашка кофе – это тоже с одной дыркой. Ну и пончик с одной дыркой. Ну, значит, я могу все остальное непрерывно переместить, вот эту дырку, эту ручку, кружки вот так вот изогнуть, а все остальное сжать из пластилина, если они сделаны. Главное, не пасть нигде и не склеивать. То есть для них важно, что вот эта дырка сохраняется? Для топологов. Именно так. Именно так. Да, а сфера с точки зрения вот топологии, я тоже немножко не понял. Это не совсем сфера с точки зрения классической математики, правильно? Конечно, поверхность куба – это тоже сфера с точки зрения топологии. Впрочем, и Титрайдер тоже. Любого многогранника без дырок, классического многогранника, вот это все сфера, понимаешь? То есть топологи – они очень веселые люди. Ой-ой-ой. То есть, грубо говоря, тот же любимый Тор, который Тор – это уже другая фигура совсем. Тор – это уже не сфера, да. Да, дырка есть. Ой-ой-ой. А вот кто-то бы сказал, что Тор – это, я не знаю, сфера с проделанной дыркой. Совершенно неправда, да? Нет, никак неправда. Правда, но это меняет топологическую структуру, да. Гипотеза Пуанкаре и доказательства Перельмана, она известна же по большей части, потому что это одна из единственных из решенных задач тысячелетия. А, да-да-да, совершенно ты прав, да. Саш, ты прав, вот это важно. Это единственная на сегодня решенная задача тысячелетия. И, может быть, если вы какие-то помните еще задачи, есть смысл о них, ну, так вот, просто вскользь проговорить, потому что это, я думаю, очень важно. Ну, ты знаешь, по чесноку, по чесноку я не все понимаю. Ну, давай я, сейчас я наберу. Да-да, так, чтобы наглядно было. Задач тысячелетия. Поехали. Вот, значит, Семь математических загадок тысячелетия просто о сложном. Значит, так. Написано, что это только для мыслящих людей. Уфамама.ру Уфамама и только для мыслящих людей. Неплохо, да? Это я первое, на что нашел. Молодцы в Уфе, да? Сделали так, что ссылка Семь математических задач идет на сайт Уфамама. Так, ну почему бы нет? Я очень люблю город Уфу. Оттуда Шевчук, например. Так, ну смотрим. Значит, уравнение на въезд Токса. Сформулировано в 1828 году. Область гидро-аэродинамика. Ну, тупо, если Как предсказывать погоду? Хотя бы качественно. Вот. На данный момент никто это делать не умеет. То же самое с другими жидкостями. Ну, это газ, жидкость. Неважно. С другими жидкостями, сказал я. Ну, гидравлика, по сути, да? Да, гидравлика. Вот. Ну, вот самое важное для человека, да, обычного, это что мы не понимаем, как предсказывать погоду. Это связано с тем, что мы эту задачу тысячелетия не решили. Ну, наверное, еще турбулентность там тоже. Ну, да, 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 да. Всякие вот эти. Так. Гипотеза Риммана. Сформулирована в 1859 году. Вот. Значит. Ну, тут, да. Вот. На Уфа-мама следующий текст расположен. Существуют так называемые простые числа. Например, 2, 3, 5, 7 и так далее. Которые делятся только сами на себя. Дальше пишется, сколько их всего, неизвестно. Какой кошмар. Еще и Фрид знал, что их бесконечное количество. Так. Уфа-мама начинает меня разочаровывать. Римман полагал, что это можно определить и найти закономерность их распределения. Ну, вот это уже ближе к делу, да. Значит, действительно, гипотеза Риммана это про закономерности в распределении простых чисел. Но точная формулировка такая, что если я напишу такой вот бесконечный ряд 1 плюс 1 на 2 в степени х плюс 1 разделить на 3 в степени х плюс 1 разделить на 4 в степени х и так далее, то есть точный смысл, в котором можно сказать, что это будет функция комплексного переменного. Точный смысл мы здесь не сможем обсудить, но он есть. Он называется словами аналитическое продолжение. Так вот, гипотеза Риммана утверждает, что все решения уравнения, вот эту функцию, если приравнять нулю, да, то есть те корни соответствующей функции, которые положительные, ну или там, которые находятся в полосе от нуля до единицы, вот вертикальной, наверное, достаточно сказать, что положительные, они все лежат на вертикальной прямой, где вещественная часть комплекса равна одной второй. Вот такая удивительная гипотеза, очень странная. Странная, великая, всех манит. В общем, пожалуй, если спросить там типового математика, он скажет, что это действительно самая великая проблема в математике. Так, проблема по НКРС, сформулирована в 2004, решена в 2002. Это мы уже обсудили. Видишь, перелеман тут. Так, гипотеза Ходжа, сформулирована в 1941 году. Алгебраическая геометрия. Но после того, как я прочел про простые, я боюсь, что я даже читать тот текст, который здесь помещен, не буду. Да, там на Википедии неплохой текст, но он короткий очень. Да, в общем, там, я это плохо понимаю, там речь идет о том, что какие-то, вот как раз из теории гомологии, про которую я упоминал, какие-то там циклы задаются алгебраическими уравнениями, а не только аналитическими. но, в общем, здесь сложнее все. Это совсем уж тяжело. Уравнение Янга-Милса я вообще пропускаю. Это физика. Вот. гипотеза Бёрча и Свинен-Тон-Дайра. Я ее понимаю, но не готов сформулировать простым языком. Это у меня нужна большая лекция. Ну, это очень близко к гипотезе Риммана. Там тоже есть, речь идет о некоторой зета-функции, там, или L-функции. Ну, в общем, нечто похожее. Функция комплекста переменного связанная с арифметикой, с, значит, всякими конечными полями и прочим. Я могу ее сформулировать, но не могу это сделать меньше, чем за полчаса. Проблема Кука. А, это как раз P не равно NP. Да, 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 да. Вот я тоже в этом. Ну, это понятно, да. Это то, что полиномиально проверяемая задача может быть полиномиально решена. Вот. Про нее, наверное, тоже есть смысл чуть-чуть задержаться, потому что это же, я так понимаю, задача алгоритмов. Да, 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 да. То есть, если мы бы решили эту задачу и доказали, то, скорее всего, вычислительные мощности наших компьютеров могли бы применяться более эффективно. Если P равно NP, то это полный привет. Это конец всех шифров. А если, как и предполагается, P не равно NP, это будет доказано, то это лишь установит то, что все и так подозревают. То есть, здесь как бы нет такой уж безумной... Безумие начнется, если ее опровергнут, а не если докажут. вот так пробежались, кстати, очень резвенько пробежались по всем. Вот, это я понимаю, это хорошее настроение получилось, да? Пробежались по всем гипотезам, главным задачам тысячелетия. Да, мне очень понравилось у вас видео были по поводу нерешенных задач математики школьной. Да, но они, конечно, эти вот школьные мои задачки, они не входят в эти, потому что они не считаются столь важными. А почему так? Кто вообще? Это же университет один решил, да, я правильно понимаю, и выдал даже грант. Нет, я бы так не сказал. Здесь теорию, в данном случае теорию заговора я не разделяю. Я вполне согласен с тем, что список этих проблем, ну, в общем, определенный консенсус, что это самый великий проблемы, конечно, есть. Ну, действительно, консенсус в том, что какие-то задачки на грифельной доске, которые сформулированы про закономерности простых чисел, типа там, любой учетный есть сумма двух простых, но они как бы не могут влиять вот серьезно на интеллектуальную культуру человечества. Я их очень люблю, потому что они простым языком формулируются, но соглашусь здесь с коллегами гораздо более маститыми, чем я, из Стекловки, что, ну, нельзя вот этот детсад выдавать за величайшие проблемы человечества, можно выдать их за величайшие проблемы, сформулированные простым языком, что я и делаю. Мне а-та-та всегда, стекловцы говорят, а-та-та. Это не самые великие проблемы, о которых ты говоришь, а самые великие из тех, что можно сформулировать для школьника. Это да. Согласен. Критику принимаю. Я так понимаю, вот были озвучены в 1900 году, по-моему, 57 или 47 нерешенных задач. 23. 23 проблемы Гильберта. Величайший математик того времени, Гильберт сформулировал, ну, или один из величайших, сформулировал 23 задачи, но он такой был, он властитель умов был, безусловно. И решено из них 16, по-моему, или 17 в том или ином виде. Две оказались просто некорректно сформулированными. Ну, что-то такое, я точно не помню, но их, я думаю, мы сейчас перебирать не будем. Не-не-не-не-не, не имеет смысла. Но одна из них, по-моему, так и сохранилась. То есть, вот, мне кажется, гипотеза Риммана как была в том списке, так и осталась в этом, если я не ошибаюсь. Не ошибаетесь. Не ошибаетесь. Я ее видел, да, но она, гипотеза Риммана, она вообще такая очень взрослая уже. Ну, это правда, что это самая великая проблема математики. Я подпишусь под этим. Пожалуй, вполне подпишусь под этим решением. Субтитры сделал DimaTorzok